Гены, безусловно, играют определенную роль, но будущее воспитание окружающая среда влияет на личность сильнее. Здесь, естественно, мы не говорим о различных заболеваниях, которые передаются генетически. Но если среда сильнее генов, как же тогда Моцарт, будучи пятилетним ребенком, сочинял маленькие пьесы? Ну это же явно какой-то дар или нет? Перед вами три женщины. Как вы думаете, что их объединяет? Их объединяют шахматы. Сьюзен имеет звание гроссмейстера, а также международного мастера по шахматам. Является чемпионкой мира по шахматам с 96 по 99 год. София. Также гроссмейстер. Международный мастер, чемпионка мира среди мальчиков до 14 лет. Да, она, будучи девочкой, выиграла на чемпионате мира среди мальчиков. Юдит. Гроссмейстер, тоже международный мастер. В быстрых шахматах обыгрывала таких шахматистов, как Анатолий Карпов, Гарри Каспаров. Единственная женщина, которая достигла суперграссмейстерского уровня. Почему я их всех называю по именам? Потому что если бы я сразу назвал ещё их фамилии, то вы бы сразу поняли, что они ещё и родственницы. Да и не просто родственницы, а родные сёстры. Ну, наверное, их отец был тоже великим грассмейстером, и просто им это передалось. Нет. Их отец, Ласло Полгар, сначала работал сварщиком, а затем отучился на педагога, проработал учителем. Перед рождением собственных детей, он, читая книжки по педагогике и психологии, задумался, а является ли талант врождённым. Изучив биографии некоторых композиторов, в том числе того же Моцарта, он пришёл к выводу, что Моцарт не рождался гениальным. Ведь за всем его гением стоит огромное количество работы, как самого Вольфганга, так и его отца. Вольфганг Амадей Моцарт родился в семье скрипача и композитора. Ребёнок с детства слышал, как отец музицирует. Сначала просто повторял за отцом, а потом отец начал с ним заниматься, когда тому было всего три года. И с того времени Моцарт сутками напролёт практиковался. И тогда Ласло решил провернуть то же самое со своими детьми, только заниматься не музыкой, а шахматами. Результат его эксперимента над собственными детьми вы уже знаете. Субтитры создавал DimaTorzok